У вас будет презентация от нашего эксперта с украинской стороны, это Ольга Бандурова, у вас видно ее имя и должность, которую она занимает. Это представитель одного из наших городов, Оля работает много лет в городском совете и прошла всю работу, провела от написания плана до его реализации и сейчас мониторингу. Так что я думаю, что если у вас будут вопросы, которые будут касаться не только мониторинга, но и другие, вы тоже можете нам писать в чате или же написать потом Наталье или Елене, и они сделают такую коммуникацию между нами, мы попробуем ответить на те вопросы. Но если у вас вот в презентации сейчас будут вопросы, внизу есть окно написать сообщение, и вы можете использовать это для того, чтобы ставить вопросы, да, понятно, непонятно, остановиться или повторить, мы ко всему готовы. Вот, у меня есть буквально несколько слов еще. Во-первых, сейчас происходит много изменений на сайте соглашения мэров, и эти изменения коснулись и также отчета по мониторингу. Поэтому мы, как вы знаете, перенесли наш вебинар немножко, потому что надо было изучить все эти изменения. Буквально недавно нам провели такие тренинги и информационные кампании о этих изменениях, и сейчас мы уже как бы работаем с городами и уже делимся информацией об этих изменениях. Но если города работали над планами действий, они также над ними работают, собирают данные, также и по мониторингу, это с стороны не проснулось. Главные изменения сейчас произошли в заполнении шаблонов, электронных этих таблиц, которые есть на сайте. Так что думаю, что Ольга подготовилась, и она в этих всех моментах вам скажет. Я не хочу забирать больше времени. Если у вас будут вопросы, мы готовы на них отвечать по году или в конце нашего вебинара. Также, если у вас будет желание сделать эти мониторинги и отчеты, и вы будете останавливаться, и у вас будут какие-то вопросы, просто наша команда также готова вам поддержку, она предоставляет нашу поддержку. Так что если вы готовы начать свою работу по мониторингу, и вы должны это сделать, потому что у вас уже время, подходит два или четыре года, мы все готовы, в принципе, предоставить вам поддержку в этом вопросе. Так что сейчас вы слушаете презентацию, мы делаем запись нашего вебинара. Презентация будет также готова. Она будет разослана всем участникам. Я думаю, что нам Наталья в этом поможет. Мы предоставили ей все материалы, запись и презентацию отдельно. Так что можно будет и послушать, и себе распечатать презентацию. Также мы готовы будем отвечать на ваши вопросы и делать вам поддержку, предоставлять вам поддержку, если вы будете делать мониторинговый отчет. Это надо делать, так говорит нам соглашение МЭК. Так что я думаю, что, Оля, мы можем начинать. Нас слышно и видно, замечаний нет. Оля, да, передаю тебе слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о мониторинговой отчетности по планам действий устойчивого энергетического развития климата. Те города, которые подписывают соглашение МЭК, берут на себя определенные обязательства. Во-первых, это подготовить базовый кадастр выбросов и провести оценку климатических рисков и уязвимости. Во-вторых, разработать план действий. По устойчивому энергетическому развитию и климату. Утвердить городским советом и направить на рассмотрение в офис соглашения МЭР. В-третьих, мы, конечно, обязаны подавать отчеты о реализации плана действий. Это полный отчет и, скажем так, отчет по мероприятиям. Полный отчет по мероприятиям мы подаем каждые два года. Полный отчет мы подаем на четвертый год. Вот вам как пример. На примере можно увидеть, что ПДО-РК подано в 2018 году. Первый отчет по мероприятиям или его действиям необходимо подать в 2020 году. Полный отчет с МКВ в 2022 году. Ну и так далее. Опять же, отчет по мероприятиям в 2024 году. Что же включает в себя отчет по действиям? Во-первых, это описание стратегии. Статус реализации мероприятий, действий. Ему минимума три действия как образцы совершенства. Действия по адаптации. Что включает полную отчетность? Это описание стратегии, подача мониторингового кадастровыбросов, статус реализации мероприятий, действий и действия по адаптации. Хочу сказать, что формирование подачи отчетности требует не менее сил и возможностей, нежели подготовка к ПДО-РК. Поэтому либо решением городского совета, вернее, исполнительного комитета, либо же распоряжением городского главы, если нет такой группы, вернее, необходимо создать рабочую группу, в которую войдут представители как определенных, скажем так, бюджетных учреждений, жилищно-коммунального хозяйства, экономического, финансового управления, общественных организаций и других. Ну и вот необходимо создать такую группу для того, чтобы, скажем так, легче было реализовать, вообще и оговаривать, и, скажем так, составлять мониторинговый отчет. И также прошу обратить внимание, что приступая к мониторинговой отчетности, необходимо в библиотеке веб-сайта соглашения мэров ознакомиться с руководством по вопросам отчетности. А также там можно скачать себе шаблон в формате Excel. Но данные, введенные в Excel, невозможно перевести в онлайн-таблицы. Поэтому, когда формируете, скачиваете Excel-шаблон, вам потом необходимо будет утвердить, скажем так, эти мероприятия и отчет решением либо исполнительного комитета, либо же решением городского совета. Также хочу сказать, что составление БКВ и МКВ учитывают все соответствующие выбросы. А, еще, все-таки вернемся к шестому слайду. И хотела бы заметить, что наиболее проблематичным вопросом практически во всех городах при написании ПДУР, а также при формулировании отчетности, является сбор данных. Это, видите, я самым главным забыла. И при составлении БКВ и МКВ методологии и источники данных должны быть одинаковы. То есть изменение методики сбора данных может приводить к изменениям в кадастре, которые не связаны с действиями местных органов власти по снижению выбросов СО2. Необходимо четко документировать способы сбора данных и составление кадастров, чтобы можно было обеспечить, скажем так, согласованность. Если вы осуществляете сбор данных по энергопотреблению непосредственно от энергосберегающих предприятий, либо же, например, по общественному транспорту вы обращаетесь на предприятия, которые осуществляют перевозки по городу. По коммунальным вопросам вы обращаетесь, соответственно, в коммунальные или бюджетные учреждения по частному транспорту. По данным мы обращались лично в МРЭО. На сегодняшний день это территориальные центры. И еще хочу обратить внимание, что иногда изменяются методы учета данных источниками информации. Поэтому, если вы, формируя ВКВ, обращались к одним источникам данных, а формируя МКВ, вы уже обратились либо в органы статистики по данным вопросам, либо в другие какие-то органы, то у вас могут отличаться данные. Потому что, во-первых, и другие источники информации, а во-вторых, и отличается методология сбора данных. Также хочу сказать, что процесс сбора данных, источники данных и методы расчетов для ВКВ должны быть описаны в ВДУР и более детально в вашей документации. Потому что, ну, при составлении отчетов, опять же, будут отличия. Данные по ВКВ должны охватывать практически все сектора, в которых местные органы власти планируют предпринимать действия. Для того, чтобы результат таких действий мог быть отражен в кадастре. При написании ВДУР и формировании шаблона отчетности по действиям данных по энергопотреблению необходимо приводить, вы знаете, к одной единице измерения. Ну, допустим, мы использовали 5 мегаватт-часы. Составление МКВ и БКВ МКВ учитывают все соответствующие выбросы, связанные с энергопотреблением на территории местных органов власти. В БКВ МКВ по желанию можно включать такие выбросы, которые не связаны с сжиганием топлива. Например, метан, сито, азота и так далее, которые образуются при очистке источных вод на городских мусорках и так далее. При составлении БКВ и МКВ используются коэффициенты выбросов. Вы видите на слайде МГИК. И МГИК – это межправительственная группа экспертов по изменению климата. Так, коэффициенты выбросов для сжигания топлива базируются на содержании углерода в каждом виде топлива. Для своего БКВ и МГИК мы использовали коэффициенты МГИК. А также коэффициенты ОЖЦ – оценка жизненного цикла. Коэффициенты выбросов для общего жизненного цикла каждого энергоносителя включаем в выбросы, связанные с энергоснабжением. То есть это полный цикл, связанный с эксплуатацией, с транспортом и так далее, обработкой. Но мы использовали в своих планах коэффициенты МГИК. Еще хочу сказать. Вот есть стандартные коэффициенты выбросов. Я привела на слайде, которые используются для самых типичных видов топлива. Что касается электроэнергии, хочу также остановиться. То есть национальные коэффициенты выбросов МГИК. По, скажем, для электроэнергии по Беларуси и вообще по другим странам, они последние данные за 2012 год. По состоянию на 2012 год, по электроэнергии, коэффициент этот составляет 0,882. Они рассчитываются также на местном уровне, используя методику МГИК. Вот, и там собираются определенные данные. Честно вам скажу, я использовала стандартный коэффициент. То есть мы не рассчитывали, мы не собирали данные, а просто использовали стандартные коэффициенты. Как для формирования БКВ, так и для формирования мониторингового отчета. Рассмотрим мониторинговую отчетность в целом. Процесс такой у нас. Войти в личный кабинет... Первое, что мы делаем, это мы входим в личный кабинет в экстронете соглашения мэров. Заполняем онлайн шаблон на английском или на русском языках. Также подгружаем утвержденный городским советом мониторинговый отчет. При заполнении на каждом этапе онлайн шаблона перед подачей отчета система дает нам возможность, скажем так, исправить ошибки. Ну и после чего мы подтверждаем подтверждение процедуры. Мы сохраняем, у нас сохраняются наши внесенные данные. И мы можем перейти к следующему, к заполнению следующего раздела. Ну и опять же, это если в целом, то мониторинговый отчет подается и ждем обратной связи. Если рассматривать более детально, скажем так, шаги подачи мониторинговой отчетности, то первое, что мы делаем, мы заходим по линку на сайт соглашения мэров. В правом углу доступ к профилю подписанта, мое соглашение. И далее мы заходим в свой личный кабинет. У нас есть раздел отчетности. На сегодняшний день, это буквально при скрине делала вчера. Это сейчас сайт, когда сделали оновление сайта, то имеет вот такой вот вид. В принципе, ничем не отличается. Единственное, что позже я вам расскажу, где там есть немножко отличия. И раздел отчетности по, скажем так, он состоит из четырех подкатегорий. В новой версии вы можете свободно перемещаться из одной части шаблона в другую и заполнять информацию в том порядке, в котором вы предпочитаете. Только после заполнения всех обязательных полей вы увидите кнопку «Отправить». После того, как вы нажали кнопку «Отправить», ваш план действия отправляется на оценку в объединенный исследовательский центр. В случае подачи отчета по мероприятиям действиям за два года мы используем опцию «My Action Plans», «My Actions». При подаче отчета с МКВ мониторинговым кадастром выбросов онлайн шаблон заполняется в «My Best Line Review». В случае промежуточного отчета по действиям мы сейчас рассмотрим более детально. В разделе «Мои действия» есть две таблицы. Для отчета о мерах по смягчению и последствия изменения климата, если приняты обязательства до 2020 года, ну и также до 2030 года. И для действий по адаптации, для подписанков с обязательствами по адаптации, те, которые подписали и разработали ПДОР, до 2030 года. В таблице отображают конкретные действия и мероприятия, включенные в ваш план действий. В разделе «Мои действия» путем нажатия «Добавить новое», «Добавить новое», там «Адетанье», вы переходите в опцию «Action Detail», «Детализация действий», заполняйте по разделам. Так, вот мы уже перешли. Вы заметили, что необходимо заполнять тип действия, то есть это действие направлено на смягчение последствий изменения климата, либо на адаптацию, либо третье действие – Energy Power, партийная и аркетическая бедность заполняется только в сочетании с действиями по смягчению и или адаптации. Также мы заполняем далее, согласно разделам, ну, там мы заполняем общую расчетную стоимость, то есть там будет перечень разделов, которые вы должны заполнить, и когда мы доходим до стоимости реализации, то здесь я хочу обратить внимание, важно использовать тот же курс евро к белорусскому рублю, который использовали вы в ПДУЭКе. Также использовать отчет, делать отчет, вносить данные по энергосбережению, об энергии, произведенной из возобновляемых источников, скажем так, по энергосбережению в мегаватт-часах, а также и о энергии, произведенной из возобновляемых источников. Также сокращение выбросов мы указываем в тонах за год, в рамках временного срока вашей ПДУЭКе. Так, еще прошу обратить внимание, что при заполнении деталей действия, если действие ключевое, вы нажимаете звездочку, и заполняете там, куда вы нажимаете звездочку, у вас будет еще название ключевого действия. Так вот, вот это название ключевого действия вы заполняете только в том случае, если заголовок вашего ключевого действия отличается от заголовка просто действия. То есть, ну, как-то там, ну, отличается. Если же название одинаковое, вы просто нажимаете звездочку, и звездочка отображает, что это будет ваше ключевое действие. Оно сохраняется как ключевое действие. В деталях действия вы указываете детали действия по смягчению последствий и предполагаемое влияние, где указываете экономию энергии, производство возобновляемой энергии, снижение выбросов СО2. То есть это вы, когда будете заполнять вот эти детали действия, там все подшагово вы будете видеть, что вы должны заполнить. Также там есть и финансовые последствия, где указываете экономию средств в результате внедрения мероприятия. Там есть продолжительность жизни, там как повлияла реализация мероприятия, прибыль на вложенную единицу, подшагово вложений, на инвестиции. И также количество рабочих мест созданных. То есть там все, в принципе, локации, ну, скажем так, несложные сейчас по шаблону. Так, еще хочу обратить внимание, что редактировать действия можно, выбрав из списка. Когда вы вносите действия, там в шаблоне есть такие два My Actions, две вкладочки. Вот во второй вкладке мы вносим свои, добавляем свои действия, а потом они отображаются в первой вкладочке. Для того, чтобы редактировать в первой вкладке, мы нажимаем иконку глазик, глаз, и переходим в опцию детали действия. И опять же вы можете редактировать свое действие, можете сделать его ключевым. Ну, то есть там уже можно, скажем так, редактировать. Войти в онлайн-форму и добавить мониторинговый кадастр. Давайте мы уже перейдем к заполнению шаблона отчета с НКВ. Мы входим в опцию My Baseline Review и добавляем, для того, чтобы добавить мониторинговый кадастр, мы нажимаем добавить мониторинг выбросов. Что изменилось при заполнении этой формы? После обновления из предлагаемого списка в ячейках необходимо выбрать обозначение N-O-I-E-N-E-E-C. Вот сейчас это N-O, нотик-хауэринг не происходит. Деятельность либо процесс, здесь, я не знаю, немножко, возможно, плохо видно. Вот N-E. У меня в моем отчете N-E. больше, это выбросы парниковых газов встречаются в малых количествах. И оценка их не проводилась, в них не сообщалась. Либо с указанием в основании почему. Давайте остановимся на все-таки на этих обозначениях. Вот. В презентации вы сможете увидеть описание, что они обозначают. то есть N-O-O не происходит, деятельность либо процесс не происходит или не существует предела города. То есть это условное обозначение может использоваться для незначительных источников. То есть я не буду сейчас пересчитывать, вы себе просмотрите презентацию, она будет предоставлена, эти обозначения, то, что они себя представляют. Далее, что еще может быть интересного Заполнение шаблона отчета СНКВ Еще хочу обратить внимание, что ключевые сектора соглашения мэров В шаблоне обозначены иконкой ключ Это муниципальные здания, оборудование, объекты критичные, муниципальные здания, жилищные, жилые здания, транспорт По кадастру выбросов Там также все поэтапно вы будете заполнять Единственное, будут подтягиваться цифры, которые вы заполняли, формируя БКВ А уже мониторинговая отчетность Когда вы поэтапно будете заполнять и мониторинг выбросов, шаблончик Единственное, надо сохранять после каждого заполнения, каждого шаблона Надо нажимать «Сохранить» для того, чтобы ваши данные не потерялись Учитывая то, что сейчас вы можете заполнять, перескакивать Либо шаблон, либо мероприятие, либо в моей стратегии То есть как вам будет удобно Поэтапно, раньше при заполнении шаблона я не могла перейти к другому этапу, не заполнив предыдущий И вот это вот все поэтапность не давало возможность перескакивать в различные разделы Но сегодня онлайн шаблон дает такую возможность То есть после каждого заполнения вы должны сохранять для того, чтобы не потерять данные и заново их не вносить Также давайте рассмотрим раздел «Моя стратегия» Здесь ничего сложного нет, потому что когда вы входите в опцию, либо в раздел «Моя стратегия» То практически все данные там уже заполнены Ну, заполнены предыдущей информацией по ПДОР И, скажем так, вы уже можете там вот либо редактировать И, конечно, заполнять те поля, которые требуются Так, единственное, вот при изменении я все-таки оставила в своей презентации Подгрузку, скажем так, в ПДФ вашего отчета, который утвержден городским советом Потому что, учитывая новые изменения, разъяснений, что его подгружать не надо, я не нашла Когда я смотрю уже свою отчетность, то, скажем так, у меня в шаблоне есть функция подгрузки, скажем так, моего отчета в ПДФ Поэтому я настаиваю, что на последнем этапе заполнения онлайн-шаблона необходимо загрузить в формате ПДФ Мониторинговый отчет, который вы утвердили городским советом И, опять же, когда вы подаете уже, когда вы все внесли, скажем так, уже все у вас сохранилось Вы можете перейти и посмотреть по статусу соглашения Я вставила слайд по своему городу У нас было несколько отчетов, в том числе и с МКВ Поэтому мы можем просмотреть, когда была у нас подача, принят ли план действий Мониторинговый отчет, когда был подан Здесь я вижу последний мониторинговый отчет На слайде, который мы подавали Дату последнего мониторингового отчета И состояние Мониторинг подан План действий и так далее Ну, в общем-то, вкратце, скажем так, все Если есть какие-то вопросы, возможно, что-то было непонятно Пожалуйста, задавайте Хотелось бы Увидеть обратную связь Да, хотелось бы услышать, понятно ли было Думаю, что Оля подготовила такую Очень детальную инструкцию Даже кто не видел никогда этого шаблона Думаю, все понятно, шаг за шагом, что надо делать Мы ждем ваших вопросов В это время я скажу несколько слов Что, повторюсь, что запись у нас Идет запись нашего вебинара Также будет презентация И я думаю, что это очень хорошо Когда вы возьмете в работу это задание Вы можете параллельно просматривать видео И видеть, какие шаги надо делать И какие вопросы у вас возникают Но если все-таки нет какого-то ответа Или вы где-то сомневаетесь Мы просим вас Написать нам Написать ваши вопросы И мы как бы сделаем все Возможность, чтобы вам помочь И предоставить ответы Так, вопросов нет Это не знаю, хорошо или плохо Это ибо все понятно И ничего не понятно Ибо ничего не понятно Ну, все-таки Я вот тоже параллельно слушала все И в принципе у меня есть надежда Что все понятно Потому что качественно Подошла Ольга к этому заданию И в принципе мне все шаги понятны Если у вас нет вопросов Мы не будем задерживать вас Потому что вас ждет еще ваш рабочий день Но повторяюсь, что мы будем ждать От вас обратной связи В ваших вопросах И других вещей На этом тогда спасибо всем участникам Наталья, мы можем завершать наш вебинар Напишите мне, пожалуйста, если вы меня слышите Да, Елена, и вам спасибо Так, спасибо Хорошо Тогда я буду... Будем завершать тогда наш вебинар До следующих встреч Спасибо, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok